В Монино состоялось обсуждение ежегодного программного обращения к жителям губернатора Московской области Андрея Воробьёва, прозвучавшего на прошлой неделе. В докладе, представленном в Доме офицеров в Монино, шла речь об основных поручениях, которые губернатор дал органам местной власти муниципалитетов. На встрече были названы важные для населения инициативы, которые намечены для исполнения в ежегодном послании президента и были поддержаны мерами социальной направленности со стороны губернатора Подмосковья. В планах реализации поручений президента Российской Федерации с 1 сентября ученики с 1 по 4 класс будут получать горячее питание бесплатно. Важная мера поддержки в сфере социальной политики будет оказана семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Если в семье родился первый ребенок, начиная с января текущего года, то при покупке квартиры в новостроке ставка по ипотеке будет снижена на 3%. На встрече с жителями отмечалось, что в опрощении губернатора был назван один из спортивных объектов, который строится в Мунино. Это стадион для игры в регби. Он имеет всероссийскую значимость. Особенно глава региона выделил центр регби в Мунино. Он станет самым большим в России и будет соответствовать мировым стандартам. Получено заключение Главгостроенадзора Московской области о соответствии с построенным объектом требований технических регламентов и проектной документации. На встрече отмечалось, что на этом объекте уже оборудованы восточная трибуна, игровое поле, инженерные сети, котельная, трансформаторная подстанция, здание входной группы, локальные очистные сооружения и КНС. Второй этап строительных работ планируется завершить к октябрю 2020 года. На встрече жители задавали вопросы по содержанию внутридворовых территорий, размещению парковок, обслуживанию жилого фонда, а также обсуждали и просили обратить внимание на имеющиеся проблемы, главные из которых – необходимость создать для проживающих в Мунино. Речь в первую очередь идет о молодых людях. Дополнительные рабочие места. Об этом говорил в своем выступлении председатель Совета ветеранов Монина генерал-майор Алексей Сирожим. Одновременно он указал на разительные перемены к лучшему, которые произошли в бывшем военном городке, где проживают семьи известных на всю страну авиаторов. Сейчас за последние пять лет обновились дороги, сделаны тротуары. И вообще кто вот не был, а потом приехал, они удивлены, как здесь все нормально сделаны. У нас одна беда – нет рабочих мест. Вот это вот главное, которое нужно заниматься, видно, и губернатору, и нашему городскому округу, чтобы люди здесь жили, а не бегали из Мунино. Все прозвучавшие на встрече с жителями вопросы запротоколированы сотрудниками территориального отдела администрации городского округа Щелково и взяты в работу. Андрей Цеханович, Александр Раджевский, Щелковское телевидение.